Колыбель Исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России. Колыбель Исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России. Андрей Станавов. Большому кораблю большое плавание. Но это потом. Сначала ему предстоит утонуть в грохоте железа и визги болгарок, выстоять под слепящим светом сварочных машин, взлететь над землей на тросах козловых кранов. Чтобы понять, как груда черного листового металла превращают в крупнотоннажные океанские суда, корреспондент РИА Новости отправился на Дальний Восток и посетил самую большую верфь России судостроительный комплекс, ССК, звезда в городском округе Большой Камень. Желтый Великан. Едва оказываешься за турникетами проходной, возникает чувство причастности к чему-то грандиозному, историческому. О больших планах и делах тут напоминает почти все от приземистых транспортировочных машин до 110-метрового козлового крана по имени Галиев. Его в Большом Камне видно отовсюду. Краны защитные сооружения на верфи ССК «Звезда» РИА Новости, Андрей Станавов. Козловое. Кран Галиев производства Китая на открытом стапеле ССК «Звезда» РИА Новости, Андрей Станавов. Одна из опор крана Галиев на стапеле ССК «Звезда» РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 3. Краны защитные сооружения на верфи ССК «Звезда» РИА Новости, Андрей Станавов. В России таких кранов больше нет, сходу посвящает в курс дела механик по подъемным установкам стапельного цеха Борис Жигалов. По высоте, грузоподъемности и пролету Галиев абсолютно рекордсмен. Длина балки 230 метров. С его помощью мы собираем 450-тонные блоки в готовый корпус судна. Кран их поднимает, перетаскивает, стыкует, кантует. Управлять им может один человек. Кабина оператора суперкрана Галиев на верфи ССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. Борис отвечает за исправность подъемных сооружений на стапеле, поэтому о кранах знают все. Галиев построен в Китае. Исполинская конструкция самостоятельно перемещается по рельсам. Зона охвата перекрывает почти весь тяжелый достроечный стапель, сопоставимый по размерам с Красной площадью – 12 гектаров. При необходимости Галиев поднимает и переставляет с места на место краны поменьше для, так сказать, локальных работ. Как принято в судостроении, большинство крановщиков на «Звезде» женщины негласно считается, что они аккуратнее и внимательнее. Для мужчин, чище выполняют тонкие операции. Для управления Галиафом отбирают опытных крановщиц, с разрядом не ниже шестого. Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. РИА Новости, Михаил Клементьев. Рабочие на открытом стапеле ССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 2. Президент РФ Владимир Путин с рабочими во время посещения дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. РИА Новости, Михаил Клементьев. С земли их страхуют мужчины-такелажники, чья миссия заключается в закреплении грузов и расчистке путей перед краном. Снабженцы и Афромаксы. Рядом с Галиафом величественно возвышается носовая секция первого океанского танкера. Габариты с девятиэтажку. Позади верхняя часть с выступающими ноздрями якорных клюзов. Повсюду блоки лебедок, строительные леса, стальные тросы толщиной с руку. И, что удивило, почти идеальная чистота. Сейчас на стапельной сборке два судна, оба строим по заказу Роснефти, рассказывает корреспонденту РИА Новости главный кораблистроитель СССК «Звезда» Максим Плугин. Одно из них нефтеналивной танкер типа Афромакс. Он станет первым судном такого класса, выпущенным в России. На других верфях их не могли делать из-за отсутствия спусковых мощностей. Главный. Строитель СССК «Звезда» Максим Плугин осматривает дизельные агрегаты для судна снабжения. РИА Новости. Андрей Станавов. Они способны работать в сплошных ледяных полях толщиной до 8 метров, оснащены лебедками, гаками, всевозможными кранами и мощными пожарными насосами для тушения аварийных вышек. Для оценки сложности конструкции судна у корабелов есть специальный термин «Насыщенность». По насыщенности судам снабжение дают 9 баллов из 10. Несовая конечность танкера типа Афромакс на стапеле РИА Новости. Андрей Станавов. Несовая секция танкера типа Афромакс на открытом стапеле ССК «Звезда» РИА Новости. Андрей Станавов. Несовая секция танкера типа Афромакс на стапеле ССК «Звезда» РИА Новости. Андрей Станавов. 1, 3. Несовая конечность танкера типа «Афромакс» на стопеле. РИА Новости, Андрей Станавов. Пока «Роснефтефлот» заказал «Звезде-4» МСС-1 планируется спустить на воду до конца текущего года. Параллельно кипит работа над танкерами «Афромакс» 10 судов построит для «Роснефти» и 2 для «Совкамфлота». «Афромаксы» работают на трех видах топлива – мазуте, дизеле, жиженном газе. Из-за высокого экологического класса для них действуют льготные тарифы. На заходы в порты горит зеленый свет на перевозке газа и сырой нефти по «Севморпути», подпадающему под повышенные экологические стандарты. Днище судна снабжения ледового класса в цехе корпусных производств ССК «Звездария новости» Андрей Станавов. Рабочие. Осматривает подруливающие устройства. СТВО для судна ледового класса. Верь в «Звездария новости» Андрей Станавов. Усиленная носовая конечность судна снабжения ледового класса в цехе ССК «Звездария новости» Андрей Станавов. Блок корпусных производств ССК «Звездария новости» Андрей Станавов. Поперечные. Силовые. Набор судна снабжения ледового класса «Рия новости» Андрей Станавов. Силовые. Набор судна снабжения ледового класса Рия Новости, Андрей Станавов-1, 6 днища судна снабжения ледового класса в цехе корпусных производств ССК «Звезда» Рия Новости, Андрей Станавов. Длина танкера 250 метров, ширина 44 метра, где 214 тысяч тонн. В отличие от супертанкеров, ULCC, более 320 тысяч тонн, и крупнотоннажных танкеров третьего класса, VLCC. В России 160-320 тысяч тонн, афромаксы могут заходить практически во все гавани и каналы на пути движения нефти из стран ОПЕК. С увеличением добычи спрос на них в мире неуклонно растет. Освоив производство собственных танкеров, Россия выйдет с ними на международный рынок, составив конкуренцию китайским и корейским компаниям. Тем более, что с технологической точки зрения строить наливники и газовозы значительно проще и дешевле, чем суда снабжения и ледоколы. И времени на них уходит меньше. С чистого листа. Изготовление современного крупнотоннажного судна начинается с резки металлопроката. Огромные листы стали толщиной до 32 мм, словно картон, раскраивают по форме элементов обшивки и силового набора, рассекают газовыми резаками и сваривают в специальных установках. Рабочие. В закрытом цехе ССК «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов. Сварка секции. Корпуса судна в цехе ССК «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов. Риска листового металлопроката в цехе корпусных производств ССК «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов. Сварщики ССК «Звезда» в блоке корпусных производств Рия Новости Андрей Станавов. Винт подруливающего устрои. СТВА для судна снабжения ледового класса на верфи ССК «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов Рабочие в цехе корпусных производств ССК «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов Фанерные лекалы для формования криволинейных элементов судовой Обшивки «Рия Новости» Андрей Станавов Рабочие в цехе корпусных производств верфи «Звезда Рия Новости» Андрей Станавов Сварщик ССК «Звезда Заработы» РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 9. Рабочие. В закрытом цехе ССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. Практически все операции автоматизированы, металл варит электрической дугой под флюсом, без контакта с окружающей средой. Это позволяет получить равномерные швы, устойчивые к коррозии и окислению. Проверяют и зачищают их вручную, обычными болгарками. По мере продвижения в цеху корпусных производств секции будущего судна обретают форму. Последовательно навариваются киль, шпангоуты, продольные стрингеры, трюмные и палубные пилишсы. На гибочных станках по фанерным лекалам формируется обшивка для носовых и кормовых оконечностей со сложными криволинейными обводами. Конструктивно проект судна снабженца гораздо сложнее, чем танкер. Из-за высокого ледового класса у него повышенные требования к деформации. Для упрочнения носовой части делают уменьшенное расстояние между шпангоутами. В них предусмотрено множество небольших отверстий, чтобы не застаивалась вода. Все это нужно прорезать, проварить, проверить. Зачистка сварочных швов в блоке корпусных производств ССК «Звездария новости» Андрей Станавов. Сварочная линия в цехе корпусных производств на верфи ССК «Звезда» РИА Новости. Андрей Станавов. Сварочные работы в блоке корпусных производств ССК «Звезда» РИА Новости. Андрей Станавов. 1.3. Зачистка сварочных швов в блоке корпусных производств ССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. Размеры и комментарии конструкторов с проектных чертежей выжигают автоматической лазерной установкой прямо на листах металла. Технологам это сильно экономит время на разметку и подготовку, рабочих спасают от путаницы. Готовые секции судна проходят операционный контроль с использованием технологий бесконтактных измерений и 3D-моделирования, после чего их вывозят на стапельную линию, где стыкуют в крупные блоки. Следующий этап – окрасочный цех. Блоки поступают туда уже готовыми струбопроводами, балластной системой, внутренними помещениями и цистернами. Все это подвергают пескоструйной обработке и окрашивают. Финальная стадия – открытый достроечный стапель, где блоки поднимают галиафом и сваривают в единый корпус. Секция машинного отделения судна снабжения в покрасочные. Камири ССК «Звезда Рия Новости» – Андрей Станавов. Работа на тяжелом достроечном стапеле ССК «Звезда Рия Новости» – Андрей Станавов. Деревянные клинья под корпусом судна на стапеле ССК «Звезда». Рия Новости – Андрей Станавов. 1, 3. Секция машинного отделения судна снабжения в покрасочные. Камири ССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. Точность изготовления такова, что трубопроводы, переборки и палубы при стыковке сходятся в ноль. Готовый корпус перевозят в плавучий транспорт на передаточный док и спускают на воду. Достраивают уже у стенки. Тысячи тонн металла. Технологии облочной сборки позволяют запараллелить работы, отмечает плугин. К примеру, мы можем, не дожидаясь укрупнения носовой оконечности, одновременно работать с блоком надстройки, который затем просто пристыкуем сверху. Это резко ускоряет процесс производства. По его словам, к 2024, когда суперверх в большом камне достроят и выведут на расчетные мощности, предприятие сможет обрабатывать до 330 тысяч тонн металла в год. Сейчас тут 2,3 тысячи сотрудников, через 5 лет их число должно вырасти до 7 тысяч. Звезда строит себя сама, и строит быстро. Со 110-метровой высоты Голиафа угадываются очертания сразу нескольких цехов, возводимых рядом с основной площадкой. Строящие. Вся сухой. Док ССК «Звезда». РИА Новости. Андрей Станавов. В этом доке будем строить буровые платформы, супертанкеры и газовозы водоизмещением до 350 тысяч тонн. Словом, все то, что из-за габаритов и тоннажа нельзя спустить на воду через плавдок, говорит РИА Новости. Гендиректор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Для откачки и закачки воды предусмотрена мощная система дренажных насосов. В скором будущем сухой док пригодится для постройки арктической морской техники и, в частности, атомного ледокола «Лидер». По его словам, с заказами проблем нет. В портфеле «Звезды» контракты на строительство 38 судов. Якорный заказчик «Роснефть», разместившая заказ на 26 судов. Кроме снабженцев и афромаксов, принято решение о постройке 10 арктических танкеров-челноков для шельфа, арктического газовоза, мелкосидящего ледокола для мелководных районов Арктики, Азовского и Каспийского морей, а также целого ряда других судов. Всего в портфеле 38 контрактов. Основные заказчики российские нефтегазовые компании, их дочки, транспортно-передаточные, плавучие и док СССК «Звезда». РИА Новости, Андрей Станавов. Арктические танкеры-челнаки интересны тем, что могут самостоятельно работать во льдах толщиной до 1,8 метра и при температурах до минус 45. Они будут возить по Севморпути нефть, добываемую на Паяхском месторождении в Устье Енисея. Очевидно, что такая страна, как Россия, с ее запасами нефти и газа, омываемая морями трех океанов, просто обязана иметь собственную крупнотоннажную верфь. Останется «Звезда» единственной или будет первой в списке покажет время. А пока тут кипит работа разбить бутылку шампанского, а форштевень первого построенного судна сотрудники «Звезды» рассчитывают уже в ближайшее время вернуться на главную и вернуться в начало.